Сколько тут стоишь? Просто пропускаю. Где у тебя документы? Как фамилия? Как твоя фамилия? Фамилия? Да. Фамилия моя. Зачем вам? Нас сегодня взяли где-то в районе 11 утра. Деньги, 200 рублей. Был перегорожен шлагбаум. Мы сказали, что этого неделю назад не было. Они сказали, что еще была... Как ее называются? Ничего не работало, а сейчас работает. Поэтому мы с вас берем 200 рублей. Это оперативная съемка сотрудников полиции, которые прибыли на место правонарушения этим утром. Поводом для разбирательства стал ролик, который был размещен в социальных сетях. На видеозаписи группы граждан взимают плату за проезд к морю. При этом никакой документации, включая чеков на оказание услуг, у них нет. Зато наглости и уверенности не занимать. Это главный инструмент современных мошенников. Берите, пожалуйста, камеру. Вы находитесь в людном месте. Вы как мужчина. Ссориться? Угомолите свою жену. Вы мне не указываете, что вы имеете? Я не указываю. По факту, ваша жена не имеет. Машина задерживает. Сразу несколько звонков на горячую линию и заявления в полицию были написаны возмущенными анапчанами и гостями курорта. При появлении силовиков амбиции у незадачливых предпринимателей существенно убавилось. Они до последнего пытались все отрицать. Но против фактов, запечатленных на оперативной съемке, сказать им было нечего. Если кто-нибудь может отрицать, что я у кого-нибудь деньги забрал, у кого-нибудь что-то говорил даже слово, я не отрицаю. Комиссией, в которую вошли сотрудники администрации, полиции и представители Росрыболовства, на месте установили личности всех причастных к этому правонарушению. Окончательную степень виновности и меру наказания им определит суд. Человек самоуправленно стал на шлагбауме и пускал, выпускал к морю проезд за деньги машины. Сейчас составляется административный протокол по статье 19.1 самоуправства, после чего протокол будет направлен в мировой суд на рассмотрение. Администрация города еще раз напоминает гостям и жителям курорта, что проезды к пляжам предназначены исключительно для специальной техники и служб. Личному транспорту въезд запрещен. На сегодняшний день принятые нами меры по ограничению въезда на всех проходах, расположенных на территории Пионерского проспекта, были организованы только лишь для того, чтобы обеспечить безопасность пребывания граждан на пляжных территориях, для того, чтобы там могла проехать спецтехника, но никак не для того, чтобы взимать с наших гостей денежные средства за парковку, стоянку, транспортных средств. Контроль за подобными ситуациями будет усилен. Если вы столкнулись с аналогичными случаями, необходимо незамедлительно звонить на горячую линию управления по санаторно-курортному комплексу и туризму. Телефон для обращений 8 861 33 3 96 95. Руслан Душевский, Анапа, Регион.